привет мои дорогие телезрители с вами канал и сегодня мы будем выполнять миссии на цитадели а конкретно почему я остался здесь для того чтобы попробовать выполнить хранителями а то обычно я очень жестко ступлю теряю и но и не только мы будем как бы искать исследовать изучать смотреть хранители прячутся где где вы а то я же помню нужно еще почитать наш любимый кодек вот она сердце цитадели воплощение галактической мощи голова кружится от одной этой мысли значит здесь совет принимает великие решения у вас никогда не было чувства что мы прыгнули выше своей головы капитан значит не против так как раз потому что понял там было много новых данных которые нужно изучить 50 как это мы смотрели очистив территорию от вражеского присутствия где ты собираются и насаживают тела убитых и раненых на механические шипы эти шипы быстро трансформирует жертв хасков заменяя воду и микроэлементы в их организмах кибернетическим материалом киберматериалы восстанавливают жизненные процессы в организме превращая жертв в бездумные машины для убийства солдаты альянса называют иногда эти шипы зубами дракона ассоциируя их с легендой о мифологических воинах которые выросли из посаженных землю зубов дракона убитого древнекреческим героем кадмом зубы дракона и хаски мало похожи на остальные образцы технологий гетов никому не известно зачем расе синтетических существ нужно выкачивать небольшое количество восстанавливаемых ресурсов из органических тел но выгода от использования их в качестве ударной силы вполне очевидно дайте гадочные сильные гетов кроме этого центре он трен короче огромный гет который бегать опасный очень верно круто или сразу взять человек сделать полу синтета ну как не крутая куда я плане мощи что ли гетты раса человекоподобных существ обладающих и и которые объединены в сеть они были созданы 300 лет назад к варианцами и должны были использоваться в качестве солдат и рабочей силой когда гетты проявили признаки самоэволюционирования к варианцы попытались уничтожить их в результате разгорелась война которую гетты выиграли это стало причиной систематического притеснения искусственного интеллекта в галактическом обществе особенностью геттов является уникальный распределенный разум по одиночке они проявляют рудиментарные животные инстинкты но по мере увеличения их числа и уменьшение расстояния между ними умственные способности каждого из них заметно возрастают находясь в группах они способны размышлять анализировать ситуацию и использовать тактику как любая органическая раса гетты обитают в дальней части рукава персея за пределами находящихся вне закона систем термина между их системой и системами термина находится туманность вуаль персея состоящая из газа и пыли когда зари обнаружили цитадель они нашли также хранителей раз у послушных насекомых предназначением которых по-видимому является поддержание порядка и ремонт главной станции протеан попытки войти в контакт или изучить хранителей завершились неудачей в настоящий момент вмешиваться в их деятельность или препятствовать им запрещено поскольку они не представляют абсолютно никакой опасности присутствие хранителей никто не замечает они в свою очередь проявляет безразличие к представителям других раз за исключением помощи вновь прибывшим обустроиться на цитадели независимо от того какое количество хранителей умирает от старости насильственной смертью или в результате несчастного случая их количество остается неизменным никто не знает откуда берутся новые хранители существует гипотеза что они появляются в результате генетических воздействий и являются биологическими андроидами которые создаются где-то в недрах цитадели проникнуть куда невозможно да даже выйдя в космос почти ничего не знает кошмар оказалось бы будущее азари были первой расы обнаруживший цитадель когда прибыли саларианцы именно азари предложили создать совет цитадели чтобы поддерживать мирные отношения во всей галактике с тех пор азари исполняет роль примирителей и являются центральной силой в совете азари являются однополой женской расой и размножаются путем партеногенеза с этой целью они могут приспосабливать свою нервную систему для взаимодействия с нервной системой представителя любой расы любого пола эта способность стала причиной нелицеприятных ошибочных слухов о сексуальной распущенности азари продолжительность жизни азари может превышать тысячу лет за это время они проходят три стадии развития будучи девами они жадно и неустанно ищут и накапливают новые знания и опыт став дамами они соединяются с интересными партнерами чтобы произвести потомство в завершении они становятся матриархами исполняя роль лидеров и советников вторую расу вошедшую в совет цитадели представляют саларианцы теплокровные амфибии обладающие повышенным метаболизмом саларианцы думают разговаривают и двигаются быстро саларианцы считают представителей других рас медлительными и недалекими к сожалению скорость обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни которая редко превышает 40 лет саларианцы способствовали развитию примитивной расы кроганов которых они использовали в качестве солдат во время рахнийских войн они также создали биологическое оружие генофаг которые несколько веков спустя турианцы использовали для подавления восстаний кроганов саларианцы славятся своими наблюдательскими навыками и нестандартным мышлением это проявляется в их способностях к исследованиям и шпионажу они постоянно проводят эксперименты и что-то изобретают распространено мнение что они знают больше чем говорят один из этих гадов больше что выказали хранить литра которых ничто никому не известны а варь это заре были первые вторую разу в азаре еще те жуки мы об этом все знаем я так полагаю я была в боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты внутренний слой состоит из бронированной ткани набитый материалом с кинетическими свойствами неподвижные места такие как область груди или голени усилены пластинами из облегченного облиционного керамического материала внешний слой составляют автоматически генерируемые кинетические барьеры если элемент питания обладает необходимым зарядом при приближении объекта двигающегося с определенной скоростью барьер будет включен и объект будет отражен тяжелые скафандры обеспечивают герметичность необходимую для нахождения в среде с экстремальной температурой и вредной атмосферой стандартную комплектацию входят микрокомпьютер коммуникационный модуль навигационная система и несколько датчиков микрокомпьютер выводит информацию получаемую от системы интеллектуального наведения оружия облегчая тем самым обнаружение и уничтожение врагов кинетические барьеры в обиходе просто щиты обеспечивают защиту от большинства видов вооружений работающих с использованием ускорителя массы установленные на космических кораблях или на скафандрах солдат все они имеют общий принцип работы кинетические барьеры представляют собой поля эффекта массы создаваемые небольшими излучателями эти барьеры надежно отражают объекты двигающиеся на высоких скоростях таким образом обеспечивается защита от пуль и других опасных снарядов в то же время пользователь может быть уверен что сможет спокойно сесть на стул и что тот от него не улетит генетический барьер не защищает от экстремальных температур токсичных материалов и радиации ускоритель массы приводит в движение металлическую пулю для чего используется электромагнитное притяжение и отталкивание биотика редко встречающаяся способность управлять темной энергией с целью создания эффекта массы используя электрические импульсы мозга для того чтобы биотик мог создать поле эффекта массы достаточно сильные для практического применения ему требуются напряженные тренировки и хирургически имплантированные усилители сила биотических способностей у каждого индивидуума и у каждой расы различна существует три направления биотики телекинез использование снижающих массу полей для приподнятия и перемещения объектов кинетические поля повышение массы для блокирования и удержания объектов искажение использование быстро сменяющихся полей массы для уничтожения объектов представители большинства органических рас могут развить в себе биотические способности но не следует забывать о некоторых опасностях биотики результат внутриутробного воздействия нулевого элемента обычно это становится причиной смертельных раковых образований но в некоторых редких случаях может привести к образованию в нервной системе плода особых утолщений совет представляет собой исполнительный комитет сформированный из представителей союза республик азари турианской иерархии и соларианского союза несмотря на то что совет не имеет официального влияния на независимые правительства других рас он способен принимать решения которые имеют весомое значение для всей галактики ни одна из раз входящих в совет не имеет влияния достаточного для того чтобы пренебрегать решениями двух других и все они заинтересованы в сотрудничестве и достижении компромисса каждая из раз входящих в совет выполняет свою роль в управлении галактикой азари обычно выполняет дипломатические и посреднические функции соларианцы занимаются разведкой и сбором информации а турианцы предоставляет войска и служат миротворцами каждая раса имеющая посольство на цитадели считается ассоциированным членом совета и должна действовать в рамках конвенции цитадели ассоциированные члены могут вынести вопрос на обсуждение в совете но в принятии решений они не участвуют альянс систем стал ассоциированным членом совета цитадели в 2165 году шага не дружу это год что проверить правда ли правда но в смысле не правда правда а случится ли что-нибудь такое ва или нет хотя кто знает может я какой-то еще бум на своем веку еще замечу спектры являются агентами организации под названием специальный корпус тактической разведки спектр и подчиняются исключительно совету цитадели это элитные оперативники которым позволено применять любые средства для устранения угрозы миру и стабильности они действуют по одиночке или группами по два три человека некоторые из них являются тактичными миротворцами использующими дипломатические навыки для разрешения конфликтов другие представляют собой хладнокровных убийц безжалостно устраняющих проблемные личности все они так или иначе выполняют свою работу зачастую выходя за рамки галактического закона организация спектр была основана после того как совет вошли саларианцы много лет ее агенты действовали скрытно являясь тайной силой решение проблем их деятельность была обнародована только после восстаний кроганов задание спектров не столь масштабный и не требует военного вмешательства но обычно они значат что совет обеспокоен ситуацией цитадель это древняя космическая станция предположительно построенные протеанами с момента исчезновения протеан многим расам довелось назвать цитадель своим домом станция является политической культурной и финансовой столицей галактического сообщества интересы большинства рас представляют посольство находящиеся в президиуме внутреннем круге цитадели в центре президиума находится башня цитадели в которой располагается зал совета цитадели решение совета часто оказывают большое влияние на все галактическое сообщество от президиума отходят пять лучей называемых жилыми секторами их внутренняя поверхность представляет собой города населенные миллионами жителей со всех концов галактики цитадель практически невозможно уничтожить в случае атаки станция складывает лучи которые образуют непробиваемую оболочку на протяжении всего периода существования станции поддержанием порядка на ней занимается загадочная раса хранителей альянс систем это независимое над национальное правительство был первый контакт людей с внеземной расы состоялся в 2157 году в те времена альянс позволял исследовательским кораблям активировать любые найденные ретрансляторы расы входящие в совет считают такие действия опасными и безответственными когда турианский патруль обнаружил людей пытающихся активировать ретранслятор турианцы атаковали единственный уцелевший корабль людей отступил ища убежище в колонии шанси турианцы последовали за ним в короткий срок уничтожив местные силы шанси была занята турианцами она стала первой и единственной планеты людей захваченной расы пришельцев турианцы посчитали группу уничтоженных кораблей основной оборонительной силой людей они оказались не готовы к прибытию второго флота под командованием адмирала кастами дрешера который проведя контрнаступление уничтожил силы турианцев на шанси турианцы начали готовиться к полномасштабной войне чем привлекли к себе внимание остальных обитателей галактики совет вмешался незамедлительно объявив перемирие к счастью для людей война первого контакта закончилась путем дипломатических переговоров а теперь переходим к чтению космические корабли системы обнаружения задержка света ограничивают обнаружение удаленных целей в реальном времени запуск реактивных двигателей корабля в районе трестория транслятора haron легко фокусирует земли несмотря на расстояние 5 и 7 световых часов 6 миллиардов километров но только по прошествии пяти часов 45 минут из-за ограниченной скорости света корабли противника можно увидеть только когда они уже совсем близко существование сверхсветовых двигателей и средств сверхсветовой коммуникации но отсутствие сверхсветовых средств обнаружения делает крайне важным использование фрегатов для разведки и патрулирования как-то сложное хоть я все прочитал но нифига не понял ладно пассивные средства обнаружения имеют высокую дальность действия активные предоставляют точные данные для наведения на цель на небольшом расстоянии к пассивным средствам обнаружения можно отнести визуальные термографические и радиоэлектрические сенсорные системы которые фиксируют перемещение объектов космосе функционирующий корабль излучает большое количество энергии системы жизнеобеспечения производят тепло энергоустановки и электрооборудование создают электромагнитные поля реактивные двигатели осуществляют выхлоп корабль отчетливо виден на фоне космического пространства температура которого близка к абсолютному нулю использование пассивных центров допускается и при сверхсветовых переходах но получает данные будет сильно но полученные данные будут сильно искажены эффектом массы и эффектом доплера активной системы обнаружения это радары и только точные ладары лазерные локаторы которые посылают пространство импульсы и анализируют возвращенный сигнал а у ладаров меньше угол обзора чем у радаров на высшее разрешение что позволяет получать изображение обнаруженных объектов применение активных систем на сверху скоростных скоростях бесполезно а не оружие улучшение появление инструмента предоставляет совершенным военным современным военным большую гибкость выборе различных вариантов экипировки доступно большое количество наборов улучшения для оружия брони у нее инструментов биоусилитель и даже гранат да все лишь по два улучшение обычно состоит из нескольких уникальных деталей и оптических оптического носителя данных после загрузки уме инструмент на экране выводится информация о технических условиях необходимых для производства и дополнительных деталях которые требуются для установки сборки как правило осуществляется из модулей а установка занимается меньше минуты поскольку уме инструменты используют материалы которые можно найти на поле боя такие как пластик керамика и легкие металлы вполне вероятно что солдаты прошедшие подготовку и имеющий при себе набор улучшений может изменить характеристики оборудования в соответствии с текущей тактической ситуации ей никогда этим не занимался биотики биоусилитель биотики осозществляют контроль полей эффекта масс используя десятки нервных утолщений насыщенных нулевыми элементами которые реагируют на электрические сигналы мозга усилители позволяют биотикам координировать работу этих утолщений с целью создания более мощных полей которые можно применить на практике усилители могут улучшать определенные навыки и способности и план там представляет собой вживленный хирургическим путем интерфейсный порт которым подключается усилитель у людей этот пор чаще всего размещается в основании черепа для облегчения доступа порт необходимо защищать от попадания инфекции порт совместности со многими видами усилителей и в настоящее время рынок улучшение и дополнение растет лучшие по качеству импланты и усилители производят азари тем не менее импланты l3 производства альянсов выпуск которых начался в 2170 году является заметным шагом вперед в этой области даже сейчас кого-то интересно ну и узнаем так станция цитадель характеристики бесполезные ну полферии мы почитали теперь можно бегать и сканировать этих таркашек если кто досмотрел до дан до данного момента то вы можете смело предлагать и не разные варианты писать комментарий по поводу тем мне выбрать развитие сюжета если вы знаете если нет но довериться воля случае который выпадет мне по настроению и также можно предлагать игры которые можно пройти я планирую сделать свой выпуск так чтоб на каждый день была твоя игра возможно не буду ходить чаще но примерно 7 дней тем игр прохождения одновременно то есть принципе у меня есть рубрики первая рубрика как вы понимаете это мат серийные игры типа rpg винджа бродить искать общаться и прочее 2 рубрика это у нас по моему королевские битвы потому что просто иногда прикольно просто победить застреляться в этих мертвых и я как сказать третья рубрика это получается пилар о потернете и продышите меня волосы не присоединятся к совету еще много лет я в этом не уверен люди изо всех сил стремятся к этому а в случае их успеха волосы потребуют того же держу пари позволить присоединиться людям здравый стратегический ход но волосы не скорее следующими будут ханары а потом элкоры может вы и правы но ханаром для начала не помешает немного просвещения вы их недолюбливаете потому что не понимаете пилар о потернете типа игры типа книга который в основном будут вверху как как это назвал и потом навер винтер и прочие и подобные возможно не стоит верить всему что слышите но так и есть я слышу об этом повсюду это не просто отдельные слухи вы в самом деле полагаете что сарен мог быть замешан в чем-то подобном без ведома совета может совет знает ходят слухи что он просто выполнял грязную работу опасные речи такими словами не бросаются я понимаю но если это правда разве нам не нужно что-то сделать нет и я буду вам благодарен если вы не станете впутывать меня во все это так вот игры типа книжечек всяких таких я вам будет его из шарень я лавана также это получается только 3 4 будет экшу нички пока это у нас идет дайвай вот она меня немного пугает когда играешь один хотя вроде проходил но когда играю я выникаю стараюсь джи цароль друзьями видно я отправляюсь и показал какая круто одному тогда слишком глубинно и поэтому не страшно играть но я вот я буду проходить и по книге у меня еще есть несколько игр и по просьбе подписчика одного нас появилась еще рубрика страдания туда вошла я хочу поговорить с одним из помощников членов совета капитан капитан туда вошла как вы уже заметили капхэт игра вот ли не я буду проходить возможно похожие сложные игры которые пока не известно какие и у меня еще получается есть два дня нет я просто хочу задать пару вопросов принципе есть на подходе как вариантов рубрика хорроры какие-нибудь бродилки и поставил это вроде но пока не знает сколько это нужно если вдруг у вас есть идеи или пожелания предлагайте я пока еще не значит добавить буду последние два дня служить по советам подписчиков 0 и те кто хотя бы это смотрит пока так очень напоминаю если вдруг вы первые ролики не смотрели чтобы он следовал сделать ног не знаю насколько но я посоветовал тары это спектр этих гадов убил другого спектра и мы теперь расследуем потому что он как-то связан с уничтожением маяка там это нашли ухтыки и очень опасен для тех да точно в этой же игре настоящие лифты прямо верить не могу совет проигнорировал все улики против сара на сара на один из лучших оперативников естественно они поверили ему они нам значит нам придется искать улики пока этот самодовольный турианец со своими геттами летает где хочет это политика сержант ненавижу политику да ладно расслабься мы все решим и так мы вышли с президиума и будем шариться а мы были в башне предел а теперь был в цитадели приведем на бутылов ведь обшарить и пойти на другие уровни но скорее всего мы на этой серии успеем только обшарить этот президиум просто нужно брать квесты и не поискать посмотрите на этого жука что это он делает пожалуйста не беспокойте хранителей добро пожаловать в президиум меня зовут авина и я рада быть вашим виртуальным гидом на этом уровне космической станции цитадель что вы имеете ввиду я полностью интерактивный виртуальный интеллект созданный чтобы давать краткую информацию местах представляющих интерес на этом уровне цитадели вы можете связаться со мной через любой терминал президиума если вам понадобится помощь хорошо проводите экскурсию вы стоите у туристического терминала 2 расположенного у входа в башню цитадели одно из самых важных и узнаваемых зданий президиума слева вы видите одного из хранителей загадочных смотрителей цитадели который работает с панелью управления хранители выполняют различные задания на всех уровнях цитадели мы просим вас не беспокоить их ни в коем случае хранители являются ключом к правильному функционированию цитадели препятствие их работе карается законом наказание может стать лишение свободы или общественной работы расскажите мне о монументе ретранслятора монумент ретранслятора который обнаружили азари во время первого визита на цитадель одно из самых интересных и противоречивых сооружений на станции что несет себе это удивительное произведение искусства возможно это памятник протеанскому величию напоминающий о том как они покорили галактику при помощи ретрансляторов или он является символом единства могли ли протеане догадываться что рано или поздно ретрансляторы приведут другие расы сюда на цитадель точного ответа не знает никто и это делает монумент ретранслятора одной из любимых тем для обсуждений среди ученых и исследователей расскажите мне о башне цитадели здесь находится зал совета и центр управления цитадели башня это одно из самых важных зданий на станции доступ в эти районы есть только у служащих соответствующим уровнем допуска что происходит в центре управления цитадели центр управления цитадели занимается управлением полетами каждый корабль в радиусе двух тысяч километров от цитадели находится в ведении центра управления в моменты максимальной нагрузки центр отслеживает полет более тысячи судов мне хотелось бы узнать о зале совета работа совета который зачастую влияет на все галактическое сообщество ведется в помещении в верхней части башни цитадели зал совета производит большое впечатление хотя увидеть его удается очень немногим как правило там бывают только советники послы и высокопоставленные чиновники а также обслуживающий персонал я был в зале совета немногим посетителям цитадели дается подобная привилегия я бы вам позавидовала но это не входит в мой код а что делать если кому-то необходимо поговорить с советом обычный гражданин должен пройти через соответствующие инстанции если он хочет добиться аудиенции у совета как правило подобные встречи назначают через послов но даже в этом случае граждане редко получают доступ в зал совета как правило от их имени говорят послы похвастался перед ним было перед кем по ходу возможно мы не пьем весь перед ним в шарик но попробуем хоть часть мы изучаем так что терпите правда рада пожалуйста расскажите мне о хранителях нам мало что известно об этих миролюбивых служащих цитадели хотя они являются важнейшим механизмом эксплуатации и работы всей станции правила цитадели не позволяют мешать хранителям в их работе наказание за нарушение этого правила может быть очень суровым хранителей можно увидеть во всех районах цитадели но чаще всего они находятся в башне или около нее почему именно в этом районе так много хранителей хранители не общаются с другими расами однако можно предположить что в башне находятся основные системы управления цитаделью многие системы станции к примеру навигационная система и система жизнеобеспечения работают автоматически считается что хранители управляют этими системами из ядра башни куда нет доступа хранители также часто появляются в зале совета хотя возможно это лишь часть их маршрута к другому пункту назначения что это все благодарим вас за использование дали всего хорошего так что у нас здесь вот жилые вектора бла 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 вешка смотрел верни карту боли мы не успеем все шариться по идее можно начать а тут по моему никого нет и хранителя сюда мне идти не надо вот так вот глянуть на танцы на пополнен где-то тут должен быть индикатор нет нету знаете обычно искусство меня не трогает но этот монумент ретранслятора мне нравится ты неадекватная у меня есть право свободно здесь передвигаться вы нарушаете общественный порядок будьте добры соблюдайте законы цитадели проповедник не понимает почему другие не хотят чтобы слово вдохновителей распространялась уходить я помогу разобраться хранителя деньги и опыт сотрите он он капает это очень хорошо так вот этот нам не нужно там через мост не нужно ну давайте поговорим этот ханар ничего слушать не хочет почему он не может вести себя как законопослушный гражданин он нарушает закон я пытаюсь убедить этого ханара что он может молоть свою чушь если купит разрешение на проповедь если ханар купит разрешение он сможет читать проповеди нет зарегистрированные проповедники должны подчиняться правилам они могут читать проповеди только в специальных районах случае нарушения этих правил разрешение аннулируется почему бы вам просто не арестовать ханара я мог бы арестовать медузу но мое начальство настаивает на том чтобы я нашел способ избежать ссоры с ханаром ханары начинают заявлять о себе когда чувствуют что кто-то попирает их религиозные права она какой целью были введены ограничения на проповеди регистрация проповедников через покупку разрешений позволяет отсеять нежелательных особ это сделано в целях безопасности станции цитадель имеет слишком большое значение еще не хватало чтобы здесь начались религиозные войны логично если хотите я могу поговорить с ханаром я уже полдня потратил на эту упертую медузу можете конечно попытаться если вам так хочется привет ханарчик человека интересуют вдохновители или он помогает достопочтенному офицеру sbc вы так собираетесь донести истину вдохновителей до других истину вдохновителей должны узнать они дали ханаром возможность говорить и подарили вселенной ретрансляторы проповедник просто хочет поделиться истиной с любым слушателем он не собирается причинять неприятности вдохновители если я правильно понимаю это просто я не дужу сохнут по портеанам как девчонки по космополитам разве вдохновители хотели чтобы вы так использовали дарованный вам разум вдохновители хотели донести свое послание до всех разумных раз вряд ли вдохновители хотели чтобы тот кто будет доставлять их послание нарушал закон проповедник видит мудрость в словах человека наверное рвение стало причиной помутнений разума проповедник покидает президиум и никогда больше сюда не вернется на вид делов то я вижу ханар ушел спасибо рад вам помочь вот возьмите это за вашу помощь а сейчас прошу меня извинить мне нужно отчитаться перед начальством уровень поля более бояшкой такой пути-пути так мне нужно дешифровка и электроника от не помню насколько они мне нужны мне полночно из них нужен один не по ходу навык техника но я пока раз в случае хручкова броня принципе нам здесь не нужно мы можем чисто нашим телом все обойтись что он дает просили нищета хотя может пригодится не замок прокачать так это мы изучили но пошлите дальше пока у нас еще есть время на эту серию хотя она же должна полежать концы подходить так что посольство чувак таракашку походу нет какой-то неразговорчив не за счет всякие переходы есть доходы конечно много где бегать более такой немножко запутанный лабиринтик не скажу что практически лабиринт на небольшой так что возможно первое время будет плутать а вот он когда все изучим будем просто перемещаться от точки к точке но не хотелось бы поездить на лифте послушать рассказы местных друзей уже от разных групп здесь немножко разные рассказывают блин а где то же там был пойти мне нужно проверить давай 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 беги его придется так медленно бежишь кашинил полук роган это авиа да блин а я вот тут вывалился я вывалился вот тут и пошел сюда кругом вот здесь да это мешает блин а разве здесь нету нигде по моде должен был бы пища ради просто хочу найти всех таракашек чтобы там не парень нету ну ладно какие уперты таракашки да мне все получилось немножко просто бродяжный точнее истерия так что следующая серия будет более у нас наверное интересны то что мы пойдем поговорим о виной и пойдем в этот посольство а пока на этой серии мы закончим она заняла у нас многое чтение одно так 5 лора мы даже остановили медузу неадекватную так что хоть что-то мы успели сделать ништяк очень всем хорошего настроения всем пока в следующий день их может будет что-то но по крайней мере мы планируем только бродить собирать квесты и выполнять чисто на цитадели пока если не выполним этот видео еще раз всем пока